Ребят, всем большой привет! Это видео у нас будет немного таким разговорным. Сегодня я хочу с вами поговорить про те бренды, которые я раньше обожал, а сейчас ни за что бы не купил. Бренды, которые потиху уже умирают, а некоторые из них даже умерли. А в комментариях напишите, какие бренды раньше вы любили, но сейчас, в 2020 году, никогда бы не купили. Я помню, когда я купил себе в первый раз смартфоны компании LG. Это был LG G2. Потом я купил G3, потом я купил G4, и на G4 моя история с LG уже подошла к концу. Потому что G4 был совсем неудачным смартфоном, потому что в нем было очень много брака. Вообще, по-моему, в LG всегда было много брака. Не знаю, как сейчас, но раньше так это точно. Ну и на LG G4 я решил, что все, с меня хватит, перехожу на другой бренд. Сейчас компания LG пытается как-то что-то сделать, выпускает какие-то новые модели, но, к сожалению, у нее уже ничего не получается. Эта компания даже купила в новом клипе Эминема рекламу. Вот сейчас я ее вставлю, вы увидите. Но поверьте, ей уже и эта реклама не поможет. Сейчас, в 2020 году, компания LG у меня ассоциируется только с бытовой техникой, с телевизорами, с микроволновками и так далее. Поэтому компания LG, извините, но ваши смартфоны я точно больше никогда не куплю. Но те времена, когда я пользовался смартфонами этого бренда, конечно, у меня останутся навсегда вот здесь. Хотел всегда открыть свой бизнес, но не знаешь толкового посредника? Yoibuy.com Это крупнейший посредник товаров из Китая. Данный сервис может вместо вас закупать товары, либо вы покупаете на их адресе, и они доставляют товары по всему миру. Сейчас вы увидите схему, как все это работает. Закупка, ну и раздел пересылка. При регистрации каждому новому пользователю дается по 10 долларов. Также у этого сервиса есть специальный способ доставки имени для российских клиентов, СДЭК, бизнес-линия, ну и так далее. Бесплатное хранение у них на складе до 90 дней. Одним словом, сервис очень интересный, ссылочка на него будет в описании, а мы продолжаем. Следующий бренд, который я обожал, это HTC. У меня был MCM, у меня был M8, M8 Mini, M9. Вот на M10, когда он вышел, мне что-то вот показалось, что что-то уже не то. И на M10, кстати, я уже и решил попрощаться с этой компанией. Ну и она сама уже начала катиться все ниже и ниже. У меня также были смартфоны HTC в линейке Desire. Помните эти с пластиковыми крышками? Да, пусть он будет полностью с пластика, но смартфон выглядел очень красиво. Мне нравился внешне. Вообще смартфоны HTC мне очень нравились внешне. Я обожал линейку M-серии, потому что у них был металлический корпус, стереодинамики и, конечно же, в комплекте, причем не важно, бюджетная модель или нет, всегда были комплектные наушники, битсы. Они звучали просто шикарно. Я помню, ни одна компания не могла догнать по звучанию смартфона HTC. А что сейчас происходит? Вот напишите мне в комментариях, кто-нибудь, если из вас знает, самую последнюю модель у смартфонов HTC. Вы не сможете написать, потому что все. У них уже нет каких-то презентаций, у них уже ничего такого глобального нету. Людям это уже не интересно. Но вы будете, может быть, в шоке, но они до сих пор выпускают смартфоны, они пытаются что-то сделать, причем стараются уже войти в бюджетную линейку, но, к сожалению, например, если мы с вами сейчас зайдем в любую сеть салонов, то вы не сможете найти ни одного аппарата от компании HTC. Я думаю, что еще буквально пару лет и компания полностью вымерет в плане выпусков мобильных смартфонов. HTC forever навсегда останется здесь, ну а мы едем дальше. И следующий бренд мобильных смартфонов это Sony. Они всегда старались выделяться своими смартфонами от других производителей, но как раз-таки видно, это их и погубило. Несмотря на то, что я никогда недолюбливал компанию Sony именно в плане мобильных смартфонов, любая другая техника, во, Sony молодцы, телевизоры на Android, это все круто. Но вот мобильные смартфоны я никогда недолюбливал. Я не знаю почему, но несмотря на то, что я их недолюбливал, у меня был Z1, Z2, Z3 был, но всегда оставались плохие впечатления после их устройств. Особенно я помню то, что у них всегда в смартфонах был очень слабый динамик. Кто пользовался Sony, тот меня сейчас поймет. Возможно, друзья, вы будете удивлены, но компания Sony пытается по сей день выпускать новые модели, карабкаться, стараться что-то делать, но, к сожалению, они идут ниже, 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 ниже. Недавно они выпустили даже смартфон с OLED-дисплеем, который стоит 800 баксов, но этот смартфон вообще не имеет никакого, считай, спроса, и тем более, что они начали клепать смартфоны на МТК-процессоре. В общем, медленно, но уверенно они катятся вниз. Смартфоны компании Sony я никогда не куплю, а вот любую другую технику с удовольствием куплю. Сейчас многие из вас, наверное, задизлайкают это видео, скажут, мол, ой, что ты несешь и так далее, но, признаюсь вам, один раз в жизни у меня получился просто такой случай, что мне довелось пользоваться смартфоном компании Meizu, причем я пользовался где-то месяца два, представляете, два месяца пользовался смартфоном Meizu на постоянной основе. И за эти два месяца я себе дал слово, что я больше никогда в жизни не куплю ни один смартфон этой компании. Постоянные проблемы с Google сервисами, нет русского языка в системе, нужно делать русификацию, отсутствие просто напрочь каких-то кастомных прошивок для этого смартфона меня оттолкнули от этого бренда. Да, ребят, я не спорю, возможно, сейчас Meizu уже на другом уровне, хотя я знаю, что они сейчас испытывают действительно тяжелые времена. Правительство Китая выделило деньги для Meizu, чтобы они не вымирали, хоть как-то держались на плаву, но чувствую, что все равно рано или поздно они уже полностью скатятся вниз, потому что Meizu уже даже не входит в топ-10 мобильных брендов, которые продаются активно по всему миру. Ладно по всему миру, даже в Китае они не входят в топ-10. Одним словом, Meizu извините, но ваши смартфоны, вообще любую вашу технику я никогда не куплю. А теперь, друзья, я вам назову список брендов, чьи смартфоны были у меня в личном использовании. Каждым смартфоном этих брендов я лично пользовался, и на основе этого всего я сделал для себя выводы, что смартфоны этих брендов я никогда не куплю, ни под каким предлогом. И вот их название. Alcatel, Motorola, Nokia, BlackBerry, Lenovo, Leeko, ZTE и TCL. TCL, помните TCL с 5000 мА? Тогда это был действительно хит, сейчас они вообще, я не знаю, даже живы или нет. Может даже и закрылась уже эта контора. Но в любом случае, смартфоны этих брендов, к сожалению или к счастью, я никогда больше не куплю. Смартфоны каких брендов не купите вы? Пишите это все в комментариях, если еще не написали. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok